В стране населения и детский фильм «Приключения коряжки», который меня просто поразил, фильм просто изменил мое сознание в детской кинематографии, в 5-миллионной стране фильм смотрят почти что миллион человек бокс-офиса. Там не написано сумма денег, сколько они собрали. Я, честно говоря, нашел только цифру по количеству зрителей. Но 850 тысяч в 5-миллионной стране, посмотревших детский фильм, меня впечатлило. То есть людям интересны свои истории. Она совсем не похожа ни на такой Голливуд. Она очень простая, очень трогательная история, которая, вот понятно, норвежца. Но она им понятна. То же самое и у поляков есть такие истории, которые чихать хотели на этот Голливуд. Мы же чихать не хотели. Нам хочется этого продукта. Нам хочется именно таких эмоций. Мы это потеряли между 1991 и 1993 годом. Мы серьезно это потеряли. Мы просто отдали свои экраны чужому кинематографу. И теперь, через 20 лет, вернуть их себе обратно дорогого стоит. И очень большого труда стоит. И вот об этом стоит поговорить. Потому что истории интересные, да они есть. Голливуд, отличная история. Мы ее представляли в Польше на Пичинге. Хорошая реакция. Мы же откроем конкурс полнометражных фильмов, к сожалению, вот в этот Пичинг осенний, который 25-го числа заканчивается. Там просто нет секции полнометражного художественного фильма. Там только тематические секции есть. У вас есть короткометражка? Короткометражка есть. То есть, в принципе, мы как бы последовательно идем к этому. То есть истории у Любомира прекрасные истории, что одна, что другая, понятные и зрителям востребованные. Наша история, Ван Силы, тоже понятна и все хорошо. Не истории сейчас проблема для украинской кинематографии. Истории есть. Даже самое интересное, и деньги под них найти можно под эти истории. Небольшие, конечно, не такие, как в Голливуде. Но в пределах там полутора-двух миллионов, в принципе, можно найти финансирование на фильм. Но дальше начинается вакуум. Вакуум, который не пускает украинский фильм к украинскому зрителю. А если нет национального проката, что бы вы там ни говорили, что его будут смотреть в какой-то другой стране, то он там не нужен. Потому что там смотрят люди свое кино, свое национальное кино. Так я об этом и пытаюсь говорить, что... Но тут правильнее сказать не перевоспитывать. Не надо никого перевоспитывать, нас уже много раз перевоспитывали. Я бы сказал, нужно дать возможность зрителю получить информацию о фильме. Ну, то есть, проба и рекламная кампания. И второе, это нужно делать качественное кино. Ну, что, в общем-то, мы с вами пытаемся делать. То есть, мы делаем кино, которое на кино похоже. И тот трейлер, я не видел всего фильма «Тень незабытых филитков», по понятным причинам, что его еще никто не видел. Но тот трейлер, который я первый раз увидел, там, несколько месяцев тому назад, мне впечатляет. Это идеальный фильм. Это по первому движению «Девушек из двери» я сразу вижу. Это кино, это снимали настоящие кинематографисты, настоящие операторы. Это видно, что это кино. И это отметил наш английский партнер. Он сразу сказал, выбрал пять фильмов на Одесском фестивале, именно по трейлерам. Более того, он, по-моему, пытался даже с Гомером разговаривать, насколько я понимаю. Ну, у него, наверное, есть лифт против. Нет, ну, не важно. Просто он сразу обратил внимание, что это кино. Так что наше кино существует. Другое дело, что зрители его не видят. Не видят по разным причинам. Ну, и, очевидно, уже нужно знать, что столько кино есть, сценаристов есть. Есть проблемы с прокатом, вы их вспомнили. Прочи не понимаете. Вот вопрос. Очевидно, вы все, каждый из вас индивидуальность. Но, я думаю, что, для того, чтобы поделать вот эту проблему, потребуется какая-то стратегия. В частности, вы должны все объединяйтесь, сесть, подумайте и вы можете сделать какие-то сп completные кроки, для того, чтобы украинское кино завоевало свой 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 риск. Я думаю, что в ближайшие два года появится некая конкуренция, и эта конкуренция уже даст вообще и уровень продукта поднимется, и автоматически мы придем к тому, что вы сказали. У нас сейчас нет неконкуренции, мы все тыкаемся носом, я не знаю, в стену. Естественно, что у нас диалоги, вот я что приятно, вот я скажу, у всех у нас, вот Володя, сидят все люди, которые мы постоянно сталкиваем, так как мы все время работаем на людоедении или на кинотуре, волен и волен и мы сталкиваемся, и мы все общаемся. И мы ходим на премьеры друг другу и говорим то, что думают, то есть как поэта, тут нету такого, вот ты снял, а я тебе дулю показал в кармане. Нет, если не общаемся, потому что мы понимаем, у нас пока нет той конкуренции, когда мы будем выбивать друг друга. Сейчас, извините, той, кто проходит, был единственным фильмом, и один человек сказал, да если бы было хотя бы их 10, я не могу сказать, хороший этот фильм или плохой, я могу сказать свое личное человеческое качество, то есть нравится мне или нет. Но, если бы было 10, я бы сказал, этот тот, этот плюс, этот минус там или так далее. Давайте вот сейчас у нас, смотрите, у нас есть возможность, у нас выходит там в течение года, да, правило, 20 фильмов, уже 10 чего выбрать. Притом, самое потрясающее, что мне нравится, что любые, наверное, у меня кино, а я и на рублю йогу. Понимаете, у нас выходит еще там мюзикл вообще детский выходит, Толя Матешко делает, сейчас за нами идет второе кино вообще, которое ни на что не похоже. И назовите мне, вот хоть один русский мюзикл для детей имеется на экране. Нет, понимаете, это очень, это нестандартная вещь, и мы получаем первое. То есть, я к чему говорю, у нас разные форматы даже. Вот мы сейчас попробуем в разных форматах, попробуем семя. Вот он пробовал Штойли, пробовал Ломбар, который горячий, здесь мы будем, здесь мы будем американские сады, порой цеха Бампири. Вот, но справа в том, что главное, что мы делаем, вот в основном, еще раз, мы пытаемся что-то создать. Рынок, да, ну, заполонить рынок, а после этого, наверное, пойдет то, что вы говорите, конкуренция. Я еще хочу добавить про, с приводу людского фактора, на прикладе наших сусідей, россиян. Если мы нарисуем, что нет денег, то в России нет денег, и их, правда, достаточно. Но там так людей загодывали за идеализованной продукцией киношной, что они на сегодняшний день уже не верят в качество своих проектов. И было мне очень шкода, потому что вышла прекрасная картина, там называлась «Метро». Ну, то обрезроблена картина, розумею, того подібне, а Градач не пішел на меня. А не пішел через то, что его просто разъючили вірите в свой голос. Когда оно было выпущено? Минулого року. Нет, на день выборов. Я ответил на вопрос, почему не пошел зря. Потому что они приняли это как политическую акцию очередную, понимаешь, вот, чем проблема. Другий вариант – это «Румуны». Но у них кинематограф настолько специфичный, тобто, он не есть, вот, мне наиболее лякает, когда мне говорят, что национальный кинематограф тому подібне все. Для меня это такое. Если человек делает классный фильм в Украине, так, он будет смотреться все в свете, это уже украинское хорошее кино, понимаете? То есть, он должен передать всему другому качеству. Все иншее – это можно уже делать, что хочешь. Так вот, возвращаемся снова к факту, до Румунии. Насколько у них своєридное кино, насколько оно интересное с точки зрения гурманики. А вот, глядачі там тоже на такие фильмы не ходят. И, а чему? Да потому что, треба сказать честно, або мы працуем для глядача, або показываем, какие мы генеальны в творчестве. И, понимаете, ну, безумно, что то и то. Ну, по какой причине отказали инвесторы? Вы говорите, вас не хватает денег на рекламу, маркетинг, промоушен, съемку роликов, на телевидение прокат в интернете, вот все. Вот у вас отличный, как бы, я так понимаю, детский фильм. У нас 100% – это сказано, что я не манчировал. У вас детский фильм. По статистике я одной ногой стою, я одной ногой, как бы, занимаюсь интернет-телевидением, там, прокатами, Google, FAS.UA, Routube, Netflix, Google. Самый смотрибленный, 70% всего контента, включая голливудский, на Мико Голго – это детский фильм. Дома. Дома и что они смотрят? Какая разница, что ли? Родица большая. Подождите. Саундбак смотреть? Нет, почему саундбак? Ну, потому что… Ну, и вам сыну вы впустили в прокат. Ну, я первый раз, например, услышал. Я фильм очень, я целыми днями, как бы, занимаюсь этим вопросом. Да, но они сейчас, вы знаете, вот, ну, опять же, если говорить об интернете, если говорить, существуют там разные форматы. Формат 5 минут, 10 минут и до 20 минут. И если они берут, извините, давайте говорить сразу. Это человек, который, скрич, Боба этого делал. Цель-то какая у него была? Да не думал он об этом. Он делал, хотел детям сделать, как мультик, рассказать об океане. Закончилось это чем? Понимаете, и так далее. Это можно примеры многого говорить. То есть, понимаете, и те же «Симпсоны», которые живут уже скоро. Я, как бы, понял ответ на вопрос. У вас 100% государственное финансирование, поэтому вы можете привлекать сейчас инвестиции в это. А дальнейший путь этого фильма такой. Ну, допустим, если приводили пример того же «Аватара», да, в него вложили деньги, да, он взял 1,3 млрд в прокате, но из 3,4 млрд, по-моему, 2 млрд – это был не прокат. И вы говорите, у вас 400 экранов, вы говорите. Ну, кинотеатр это делает… Не у вас, а у нас. Ну, у нас. Кинотеатр это делает десятки. Но у нас 500 экранов. Тут даже у каждого присутствующего минимум 3 экрана, на которых все смотрят. Дальнейший путь этого фильма куда? DVD, онлайн, Netflix, мощные сети, слабые сети. Вот куда дальше будет? Как вы собираетесь монетизировать его дальше? Надо завершить прокат. Потом интернет, телевидение, бесплатное. Ну, вы считали бюджет примерно? Сколько пройдет, сколько не пройдет? Я считаю, что любой проект, который здесь рассматривается, нужно смотреть по финишу. Я скажу, что наш проект окупится. Я даже докажу. Каждый год новый зритель. Вы даже когда будете выходить в интернет, я вам помогу. Да, пожалуйста. Богдана Абабич, спасибо. Пановы, если позволите, я вплинусь в вашу разговор. На самом деле, я из тех людей, кто хочет смотреться в украинское кино. Скажу так честно, у меня часу не так много. И когда выбирать между тем, чтобы почитать книжку, сходить в театр, или смотреться в кино, то у меня на кино остается не много времени. Но здесь основная разговора, чем заинтересовать украинского зрительства. Абсолютно правильный зритель. За 22 лет украинский зритель, по сути, втраченный. Его забрали американские и другие, которые имеют деньги, которые имеют возможность обеспечить хорошую картинку. И так далее. И когда я слышу про то, что если бы у нас были деньги, и мы смогли бы сделать подобное кино, мы бы вернули глядача. Знаете, панова, у нас не будет таких денег на ближчие 10 лет, которые американцы выдают сейчас. Поэтому, как на меня, зачитайте, если бы я не задам свои вопросы после реплики, то у меня немного другая идея, другая пропозиция. Было бы непогано подумать, а что бы мы могли таке запропоновать украинскому глядачу, и какое кино мы могли бы запропоновать украинскому глядачу, которого не могут запропоновать американцы и другие. Справа в том, что наш мозг уже иногда в том лице от спецэффектов. Знаете, я скажу, может, чтобы разрядить атмосферу, это как с сексом. От когда ты перепробовал уже абсолютно все, ты уже начинаешь скучать за почуттями, потому что ты понимаешь, что ты уже все знаешь. Так же с спецэффектами, гажными эффектами американского кино. Споживательская культура, которая есть на заходе, материальная культура, и все мы вимиряемо сейчас, впродовж этой разговоры, грешными ценностями, на них проходить мода. Сейчас являются абсолютно новые тренды. Если наши кинематографисты отчуются новые тренды, если они отчутся потребы украинского глядача, будет шанс затягнуть других. Скажите, пожалуйста, есть фильмы, в которых вы хотите посмотреть несколько раз? Есть такие, в общем, фильмы, которые вы не раз посмотрели, даже не двое, а до каких вы повернулись? Какие это фильмы? За украинский фильмы? Нет, я просто скажу, есть такие фильмы у вас? У каждой фильмы. Есть. Вы знаете, я не ностальгую за радянским временем, но там брали другим, там брали эмоции, там было несколько актеров, взгляните, фильм «Гараж» или еще какие-то, там не было спецэффектов, но они играли на почутках, они прекрасно понимали психологию людей, и они этим зачипали. Я прекрасно понимаю, что мы не будем иметь такие деньги. И у меня вопрос в том, что вы пробовали, или вы думали, что хорошую историю найти, но этого еще мало, потому что у нас достаточно. Вы видели фильмы, Иван Силы? Я не видела, я обовязков. Мы ответили на ваш вопрос. Вы видели, что я не забыла. Я смотрела, я смотрела на землю, я смотрела. Но на пол вопросов уже ответили. Я знаю, я просто скажу, чем мы можем взять... Я вам ответил, я говорю, посмотрите фильм, и я, наверное, там есть ваш ответ. Вы видели фильм? Кто видел фильм, который здесь сидит? Кто из людей, я на село? Спасибо большое. Спасибо. Я ваш? Это вы так понятны. Понимаете? Я тоже вам в банке. Вот так и посмотрели. Я не совсем хорошо сказать, не понимаю. Вы знаете, не совсем понимаю, как можно прийти и прокатчику и сказать, что он на лень не просто в одном. Хорошо. Нет, кто-то, что вы так понятны. Я понял, что в реальной активности... Я понял, что в реальной активности... Я понял, что в советской киномонавке автопрокатом... Кирюшка, я понял, что у вас на реальные ценности нет времени, вы сказали. Подожди, подожди. Подожди, кто Ломбард смотрел? Кто? Из сидячего. Из сидячего. Вы смотрели Ломбард? Нет. Параджанов. Кто смотрел Параджанов? Я смотрел. Услава, это я один человек. Я даже был в России. Вас, наверное, приглашали, как журналиста на «Лес Показ». Как и было. Супер. Утрен, это яante, это�а, много... Утрен.